а здрасте всем привет улья у нас продолжается золотой голос друзья и знаете что я оказывается немножко затупил сегодня друзья мы должны были продать контрактики точнее выполнить контрактики продать баклажан и кукурузу нас собирать денег чтобы у нас было три миллиона с копейками и мы бы совершили классную покупку конкретно я хотел купить мельницу но оказывается мельница стоит не 2800 миллион восемьсот поэтому мы сразу же делаем запрос в общем то последние все манипуляции были не очень нужны хотя с другой стороны деньги нам не помешают через пару часов нам ответят и в общем то я надеюсь что без проблем логанов вадим нам все это дело продаст а мы же тогда пошли развлекаться по старому плану а по старому плану друзья у нас висит три контракта и две поставки две поставки они закончатся это не проблема тут 27 часов и 27 часов как-то так они закончатся они просто пропадут да и все у нас есть два контракта нам баклажанчики причем довольно таки жирных и контракт на кукурузу 400 кубов надо насобирать соответственно в прошлой серии мы все засеяли кукурузкой и она смотрите у нас тут целое поле кукурузы вот оно такое здоровое а также есть еще одно поле рядом которое тоже все засеяно нахрен кукурузой а также еще одно поле который твою мать тут забор тоже тут все засеяно кукурузой и еще одно короче у нас дохренища кукурузы и это классно для этого надо поставить всю нашу технику чтобы она это все дело убирала поэтому погнали за техникой она у нас спрятана в гараже в прошлой серии ею помыл по вашей просьбе или по своей просьбе не знаю и для этого нам потребуется вот этот вот самый комбайн и ман ман чуть-чуть чумаза потому что мы на нем что-то под конец возили а еще у него топливо заканчивается как-то это нехорошо ну ладно в первую очередь выставляем мана и он поед прямо отсюда сделать небольшого кружочка съездит заправиться и приедет на поле будет прекрасно работать а нам же нужен тогда комбайн вот этот самый комбайн замечательный цепляем на него жатку кукурузную которую нас впереди висит и его тоже выставляем на поле поедем поедем на поле и все у него будет прекрасно у него топлива еще хватит я думаю что на уборку всех полей этих 576 литров должно хватить ман тем временем заправляется все по плану все прекрасно вот это дело можно развернуть вот это дело тоже можно развернуть хотя жатку наверное можно сейчас тут не пролезть случайно хотя не пролазим все нормально во сколько у нас кукурузки будет охренеть вообще кукуруза довольно много здесь получится я вот еще думал может быть собрать 400 кубов остальное носила спустить а потом короче передумал думал думал а потом передумал мы соберем все это дело на зерно так будет мне кажется лучше соответственно эти парни у нас работают а мы погнали развлекаться с баклажанами рядом у нас здесь есть теплички они вроде как еще не все созрели но да они еще не все созрели но это нам не помешает выполнить этот контракт потому что у нас баклажанов этих просто обосрись у нас есть два контракта и оба эти контракта идут в порт а порт у нас тут совсем рядом где у нас активные контракты 2 в бокс номер 8 и бокс номер 7 они вроде как даже рядом находится теоретически не знаю как по факту будет можно сбегать кстати посмотреть чтобы не было потом никаких проблем знаю я вот эти вот переводы стрелок во-первых нам да на левый путь 58 соответственно вот сюда и вот сюда отлично даже поезд сюда влезет целиком это не первая ворота это прекрасно и соответственно что у нас есть у нас есть тепличный комплекс 85 процентов идет плодоношение уже есть 393 куба этих самых баклажанов но друзья я тут немножко подготовился скажем так и пояс стоит уже полностью загружен этими баклажанами то есть мы можем это сделать прямо вот сейчас и у нас еще по 15 процентов с каждой теплицы еще вы выльется и короче до хренище и действительно правда за один раз мы это все дело друзья не отвезем потому что нам надо отвести 700 кубов почти здесь всего шесть вагонов которые позволяют себя вместить всего лишь 600 кубов поэтому придется еще раз за этим съездить один вагон отвести но я думаю что это не особо большая проблема для нас покатаемся на паровозе кище не поболтаем знаете ли за жизнь за то что будет на канале хотя и зачем если я целый ролик записал о том что будет на канале такой вот я да пока у нас там все убирается мы еще все отвезем там может быть вадим который логанов ответит нам по поводу этого самого мельницы и все будет круто еще нам надо съездить купить семена и рассаду и короче да и контрактов набрать опять-таки на следующие разы черт я забыл стрелку перевести вот я лошара мы сейчас поедем на правый путь а нам это нахрен не надо можно было там дальше перевести но мне кажется нет мы там тупо не влезем так что отъезжаем чуть-чуть назад до обычно вот на паровозе как я таймлапсами катаюсь и сегодня не тот день не тот случай совершенно не тот сегодня мы постараемся без перемоток хотя честно говоря я без понятия как карта ляжет с другой стороны может получиться из этого длинная серия и очень много моего лишнего трендежа но ничего страшного я думаю что сильно плохо от этого не будет может быть кому-то даже понравится а может быть и нет а в общем то и напишите в комментариях потому что мне интересно я знаете ли человек любопытный мне правда это все дело интересно так и мы подкатываемся уже к боксам вот люблю я на паровозе ки ездить именно сюда здесь классно здесь близко вот что мне нравится и здесь особенно чувствуется насколько крут поезд такс промазал я ладно начнем с этого бокса почему бы и нет погнал высыпаться я еще с первого раза попал ни хрена себе благо высыпается она намного быстрее чем загружается потому что я задолбался ждать пока все это сделать загрузится но ничего страшного так бывает высыпаем первый вагон кстати это не первую носу а у нас высыпается в бокс номер 8 который вагон второй я понял триггера кривые ничего страшного мы все к этому привыкли отлично он высыпался значит мы откатываемся чуть-чуть назад и у нас пошел высыпаться следующий вагон да не знаю как это будет выглядеть что-то выполнится первым что-то не выполнится первым может быть у нас три вагона получится сейчас разгрузить знаете ли в разные бокса потом надо будет по косому один вагон считать что-то хотя с другой стороны будет проще загрузил 26 кубов загрузил 53 куба и вообще ничего считать не надо ничего бывает еще 60 тысяч нам прилетело мы соответственно пододвигаем состав можно даже вагона переключить какие-нибудь поближе чтобы было удобнее давай-ка вот так вот где вот эта штучка которая говорит о том что надо высыпать в пошло да не как-то через один высыпаются ну и ладно пускай будет так ничего страшного зато весело зато весело я опять занимаюсь ерундой так бывает иногда я думаю что никто не против посмотреть на ерунду главное это знаете ли паровозик и деньги деньги всему голова 75 кубов точнее 75 тысяч денег да нам прилетело и пошел высыпаться следующий вагон а мы этим временем еще и камеру переключим на вот эти вот вагоны потому что это интереснее да у нас сейчас будет 3 миллиона таких денег у нас еще никогда не было я конечно знатно так облажался с тем что надо было еще миллиона собирать но да ладно деньги лишними не будут мы найдем куда их потратить поверьте соответственно еще 60 тысяч нам прилетело за вагон этих самых крутых баклажанчиков наикрутейших или не заниматься ерундой и высыпать по фэншую давайте не заниматься ерундой высыпать по фэншую высыпаем восьмой бокс да оказывается на геймпаде ки это тоже все прекрасно работает правда поездом управлять на геймпаде нельзя но всякие эти манипуляции с переключением вагонов все это прекрасно работает а я чуть даже как-то и не знал об этом но ничего и оба на 3 миллиона друзья 3 миллиона классно это прям вообще здорово деньги это всему голова до деньги все любят деньги текст давай вот сюда 26 кубов высыпай высыпай пожалуйста погнала высыпаем здесь 26 кубов остальное все разумеется в седьмой ops контракт на поставку товара баклажана выполнен кры красота это прекрасно остался еще один контракт но мы его сейчас тоже добьем быстро я думаю вы прекрасно это понимаете надо подъехать и аккуратненько но где где триггер где триггер покажись покажись падла но есть высыпаем высыпаем все остатки и можно первую передачу включать потому что поедем сейчас на загрузку загрузка в знаете ли всему голова вообще я сейчас тупость какую-то сказал не обращайте внимание настроение все не знаете ли херня позаниматься какой-то правда мы играем ферму это этого мне херня что это я такое говорю тоже ферма и херня в одном предложении тем более 17 ферма ладно если пищу 19 ферма была а тут 17 классная ладно погнали погнали надо загрузиться надо 81 куб или 79 я вот до 79 по моим подсчетам 79 надо загрузить сейчас загрузим благо на этой суперской карте можно и так сделать загрузить столько сколько надо кстати 50 можно ехать классно мне нравится я честно говоря не знаю как это работает правило дорожного движения на железо дорожных путях правила железо дорожного движения или как это правильно называется не суть важно подъезжаем лобана и баклажан 70 9 кубов будьте добры нам отсыпать загружается падла на намного дольше вот пока она загружается погнали посмотрим чего у нас там ops я отсоединил нечайно вагон ничего страшного потом подсоединим погнали посмотрим на четвертом поле сколько они там успели убрать потому что мне интересно нормально они тут успели убрать красавчики работают красавуэлы радуют меня это прекрасно я люблю когда меня радует любой человек любит когда его радуют это логично так и даже не видно загрузилась она у нас там или нет не загрузилась пускай загружается загружается долго до от этого никуда не денешься но в любом случае на паровозе возить намного быстрее потому что мы сейчас потратим буквально там я не знаю 10-15 минут на то чтобы отвести два контракта если бы мы поставили даже тонара на 50 кубов который это все равно заняло бы намного больше времени так у нас вот в этом вагончике все поэтому на него мы камеру и переключаем и погнали сейчас на повышенной скорости 50 километров в час сейчас тут зарулим все высыпем это все все будет классно потом поезд надо будет поставить обратно в этот самый в ангар так и на стрелочке уже 40 я понял как это все работает ладно невелика проблема 40 так 40 мне то что вообще типа на стрелках если больше 40 ехать вроде как поезд должен даже с рельсов сойти теоретически я я не знаю не разбираюсь в этом простите мы здесь у нас тут игра вообще про ферму паровозики это так просто очень классное дополнение так вот сюда вот нам надо это все дело выгрузить пзды пошло поехало а пока она выгружается мы закажем себе маршрут из порта ферма потому что потому что да потому что нам надо на ферму ехать как ни странно и это будет весело что-то мне сейчас подсказывает что я неправильно посчитал не я правильно посчитал и красавчик очередной контракт у нас выполнен и у нас есть 33 миллиона 3 миллиона 120 тысяч крутота крутотенюшно я вам скажу так что поехали на ферму ман трак забуксовал ну какого хрена дружище чё-то он в дерево уперся падла не люблю я такое деревья это блин может их выпилить отсюда на хрен все хотя чем мы с ними будем делать не суть важно погнали обратно на поезд вот он наш прекрасный на перекраснейший поезд погнали на минуту времени просрали из-за этого мана сейчас не успеем доехать до до нашей базы и будет плохо все потом расстроиться нам штраф дадут за нарушение правил железнодорожных перевозок или там я не знаю какие там правила неважно погнали едем чуть-чуть чуть-чуть поезда классные мне мне вот очень нравится поезда здесь здесь уже можно 50 ехать мы будем знаете ли все выжимать все выжимать по максимуму нажимать максимальное количество полезной скорости время экономии и все такое прочее а потом на экономию кучу времени будем его мотать вот вот так вот мои живем на самом деле все через жопу все в этом мире знаете ли через жопу но ничего я думаю что все уже привыкли несправедливости бытия и всему такому опять я несу какую-то ахинею кстати вот сколько мы на этом паровозике катаемся у нас чуть больше четверти бака топлива было потрачено я не знаю какой тут расход правда не знаю какой еще объем бака если мы поедем заправляться может быть мы потратим миллион денег просто на то чтобы его заправить до конца я думаю ничего не потратим у нас хватит топлива на то чтобы просто завершить эту карьеру вот 19 уже будет подлиннее немножко это все дело посмотрим вообще все здесь мы уже заканчиваем если кто не в курсе до 80 приятно я кстати когда ездил на приозерский элеватор устроил гонки на берегонки с маном я ехал на поезде а валерон ехал на мане и ехал на приозерский элеватор по дорогам короче он туда приехал быстрее чем я но я за раз привез туда дохрена риса а он не дохрена точнее я туда ехал пустым до потенциально мог привести до хрена он 59 кубов так что это работает примерно вот так давай поезд останавливайся давайте-ка мы переключимся на последний вагончик потому что стрелочки все дела и да вы все прекрасно знает так в другую сторону ехать погнали а то сейчас забудем перевести стрелку устроим какое-то стол столкновение поездов будет некрасиво будет не круто нам сначала стрелочку направо а потом по вам тоже направо вот я кстати этого не помню чаще перецепимся на зерновые вагоны и поставим его под загрузку пойдем заниматься другими делами зерновые вагоны знаете ли да всему голова нам кукурузу вести на жд станцию поэтому проще это конечно же сделать именно поездом а у нас он есть один раз отвести на со всех полей валероны сгрузят все это дело сюда так стой падла стой 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 это там сейчас стенку не протаранишь в отцепляем вагонщик и погнали перецепляться маневровые работы все как вы любите не знаю правда любит ли это кто нибудь а если любит тоже напишите в комментариях тоже мне интересно маневровые работы все дела кстати да покатаемся как-нибудь в train sim world какой-нибудь на стриме авось зайдет 8 нормально прокатит и будем там чисто на паровозе как кататься весело поболтаем на какой-нибудь херне опять-таки ненужные необычные или не знаю как это работает так цепляем цепляем состав сейчас поедем точнее не сейчас поедем сейчас перецепимся поедем за семенами за контрактами за удобрениями надо много всего купить так зынь цепанулся только тут пять вагонов нам надо 6 да я помню я там отцеплял вагон когда мы брус возили он там далеко стоит сейчас мы его тоже подцепим не проблема так хопаньки давай цепляйся ups подцепился красавчик все погнали сейчас все это перевозить на другой путь вообще вот эта работа перевозить из ангара на загрузку для меня самое страшное потому что я вы все время выехать за светофор за красный свет уж там на тоненького надо подъехать прямо прямо к основной магистрали а там видите светофор горит красный а он кстати man приехал привез первую партию кукурузки красавчик уже 50 кубов собранная так понимаю до 59 у него 99 процентов значит чуть меньше чем 59 хотя в комбайне и 41 процент значит собрана точно уже больше чем 59 кубов просто он привез не все а чё ж он такой лошара то не полностью забился все вот так вот я думаю этого должно дело хватить с лихвой должно хватить с лихвой переводим стрелочку и вот этот вагон мы ставим первым под загрузку чтобы все было чутенько что все чтобы мы потом просто вот сюда пришли нажали на кнопочку загрузились по-быстрому и все и поехали на жидостанцию больше ничего не потребуется простота знаете ли упрощение всех задач это самое главное у нас сейчас весь мир работает поэтому дохрена техники появляется просто тупо для упрощения задач для упрощения выполнения задач скажем так задачи-то остаются теми же самыми так вот хоп кстати можно даже кукурузу 62 куба у нас есть вот поставим ее грузиться почему бы нет сэкономим еще чуть-чуть времени вроде как все сделано друзья погнали и тогда знаете куда на на биржу контрактов и заодно садовый центр да и вот она друзья наша любимая бирже контракт в который приносит нам кучу денег где мы берем контракт смотрите есть контракт на клубнику который мне прям уже нравится и моего можем накрутить и мы его по-любому берем да вот так вот сразу вот так вот сходу кстати говоря у нас же дохрена клубники может быть даже выращивать для него ничего не понадобится нет у нас не хватит клубники придется одну теплицу как минимум для него выращивать ну и ладно дальше смотрим что у нас еще есть интересного есть контракт на кукурузу хрен его знает сколько у нас кукуруза там останется давайте разберемся сначала с теплицами есть еще два контракта на огурцы и и томаты нет томаты эта поставка это неинтересно короче огурцы до 2 контракта на огурцы 308 и 275 кубов примерно 600 600 кубов блин это можно кстати не успеть вырастить нас одной теплицы получается 84 куба 85 в лучшем случае но нам в одной теплице придется растить клубничку поэтому 6 теплиц мы получим всего лишь 508 509 кубов примерно ориентировочно этого нам катастрофически не хватит но может быть у нас есть 100 кубов огурчиков на складе нет у нас есть 20 кубов огурчик 20 тут рис остался надо его продать короче говоря эти два контракта мы взять не сможем поэтому мы возьмем тот который подороже логично до огурцы огурцы вот они по 616 275 накручиваем немножко накручиваем короче немножко да можно кстати еще поставку взять и все остальное все что вырастет туда скинуть на поставку почему бы и нет давайте так и сделаем бирже контрактов огурцы возьмем поставку дать то чуть дешевле но зато избавимся от всех огурцов их не хватит но все нормально будет далее далее знаете что мы собирались покупать себе мельницу соответственно можно взять контракт уже на муку который действует 38 часов и это очень интересный вопрос успеем ли мы все это дело выполнить итак для того чтобы получить 420 кубов муки пшеничной нам потребуется 525 кубов примерно 525 кубов пшеницы а еще все это дело будет перерабатываться в течение 22 часов и вполне логично предположить что мы тупо не успеем это сделать потому что это практически сутки на то чтобы это дело вырастить сколько у нас есть вообще этой пшеницы сейчас 63 куба ну короче это ни о чем у нас ржи до хрена можно на ржаную муку попробовать контракт взять фасованная мука да там короче до хрена всего еще вопрос нужно ли будет покупать муковоз потому что на обычную россыпью муку скорее всего надо будет давайте посмотрим насчет фасованной ржаной муки теоретически мышь ничего не потеряем соответственно для того чтобы получить 350 кубов фасованной муки а время выполнить 20 все понятно ничего мы не сделаем фасованная кукурузная мука тоже кстати интересный вариант 34 часа 29 часов тоже нихрена шинки мы не успеем хотя с другой стороны если не тут без никакого если тут уйдет сутки на помол еще столько же будет фасоваться хотя я не знаю может быть она одновременно может без проблем это делать короче говоря друзья мы сейчас ничего не можем взять некие контракты на муку все у нас выходит поэтому знаете что мы просто тупо засеем наши поля пшеничкой два поля пшеничкой одно поле кукурузкой и одно поле рожью все это дело отвезем на нашу мельницу а соответственно контракты на муку будем брать уже в следующие разы как вам мой план по моему гениален как же я себя обожаю да поэтому погнали затариваться семенами и всякой другой фигней вообще кстати можно даже сейчас толком не считать сколько нам чего надо потому что потому что мы сейчас берем упор на кукурузу пшеницу и рожь да но начнем мы самой дорогой покупки это рассада нам нужна одна клубника и 6 огурчиков огурчики дешевые вот это меня радует конечно несказанно раз два три 4 5 6 7 все отлично замечательно до удобрения кстати вот с удобрениями нас вечные косяки знаете что я подумал надо нам их купить дохрена давайте купим 24 куба записать 7000 потратимся сейчас так нормально и привезем это с помощью урала сельхозника как я придумал красавчик рада купить у нас же есть урал вот он стоит около тепличка вот погнали кстати на нем прокатимся сразу загрузимся и чтобы было круто черт у нас есть 3 миллиона денег а я катаюсь на уралах представляете какой вот я непонятный чел во здесь вроде как можно это загрузить да вот так вот это работает удобрение можно и россыпи перри перевозить вот семена увы нельзя я бы еще семена перевозил кстати в обычных прицепах можно а вот в этом урале нельзя в нем типа нет поддержки сорта семян как-то это так работает так зачем ты не то сделал ладно текс отгоняем его в сторонку вот так вот и пока что глушим лишь обратно поедем сразу на 2 так семена что нам по семенам надо соответственно у нас самое большое поле это поле номер 4 его мы по-любому засеваем пшеничкой и для этого надо четыре с половиной куба семян семян да и давайте самое маленькое поле это по-моему нас поле номер 10 нет это поле номер 8 еще два с половиной куба и того 4 поддона надо брать все понятно понял принял соответственно шестое поле засеем и рожью для этого надо три куба то бишь два поддона брать смело хотя можно на самом деле брать и больше просто сейчас мы это все не увезем на десятом поле три куба семян с кукурузкой единственное что мы сейчас проверим если у нас эти самые поддоны эти самые семена на складах пшеницы нихрена нету кукурузы да короче на всякий случай возьмем и рожь тоже на всякий случай возьмем грустненько грустненько однако и так с 4 поддона таких доставим их вот так вот в сторону ё-моё тут все забагалось два поддона с кукурузой и два поддона с рожью вроде как они должны были здесь появиться да все появилось все появилось все прекрасно вот он давай наш урал автозагрузка все дела сейчас мы это все сюда автозагрузим за рассадой наверное приедем отдельно что-то мне вот подсказывает сколько у нас здесь еще раз два три поддона еще влезет и знаете чем это будет три поддона эти три поддона будут у нас жидкими удобрениями нет эти три поддона будут не жидкими удобрениями это будет семена опять-таки плюс там 7 еще четыре можно взять чего-нибудь давайте возьмем по одному поддону вот всего того что мы брали мы тем более сейчас упоримся в рожь в кукурузу пшеницу поэтому будем по максимум затариваться жидкие удобрения у нас в принципе есть еще на теплицах но нам не сильно то и надо в короче до хрени еще всего мы привезли да точнее купили и собираемся увести сейчас мы вот это вот дело цепляем на филимона вот так вот хоп и поедем мы поедем мы помчимся на оленях утром ранним правда уже 11 часов утра не сказал бы я что это прям раннее утро да и ураловый я бы оленям не назвал бы короче друзья встречаемся на базе а мы друзья тем временем прибываем на базу и сейчас будем разгружать все вот эту вот вакханалию которую мы сюда привезли это отсюда мы на поддончиках разгружаем отцепляем ремни и смотрим меню разгружается она там или не разгружается разгружается семена пошли какие-то разгружаться это прекрасно пока они тут разгружаются мы возьмем нашего второго урала и с другой стороны заедем потому что мы будем высыпать удобрения а из кузова в они выгружаются с другой стороны вот так это работает в ланше сейчас не забагалась знаете одновременная выгрузка выровняйте прицеп зачем потому что я нажимаю на другую кнопку я понял загружать семена и удобрения в транспорт выгружать из пассивной техники семена здесь загружать а выгружать не здесь наверно да выгружать тоже там со всем остальным ладно и затупил пардон бывает погнали тогда объедем еще раз там тем временем семена выгружаются и это прекрасно осталось три поддона хорошо а вот из кузова и из поддона да вот это я затупил бывает ладно тогда отгоняем отсюда урала последний поддон не увидел ладно смотри на него как-то непонятно все это работает ну да ладно все вот это у нас дело выгрузилась отставляем его в сторону а сами садимся в этого урала и будем разгружать удобрения у нас теперь то хренище просто пошла разгрузка и удобрений теперь тоже будет много знаете ли удобрения дорогой удовольствием можно самолета конечно удобрять но мне честно не нравится то есть это легко и просто но как-то не знаю привык я короче хочется тракта с трактора самому во все ближайшее время мы наверно не будем покупать удобрения я по крайней мере на это надеюсь хотя сейчас поедем за рассадой можно еще один урал взять 100000 на удобрение потратить как бы не такая уж и большая потеря то хотя ладно не буду уже погнали за рассадой тогда а здрасте а я вам тут привез рассаду правда я смотрю на вам еще не сильно нужна личный комплекс 92 процента плодоношения все понятно рановато также кстати я хотел посмотреть что у нас тут поводу по удобрениям еще есть нормально удобрений короче говоря знаете что я все-таки решил купить еще четыре подона с жидкими удобрениями для теплиц она в общем то сейчас не надо но потом понадобится да а мы погнали посмотрим что у нас происходит на с уборкой с уборкой все прекрасно они убираются вот тут правда неизвестно что будет с этой вот полоской кукурузы есть вероятность того что он сейчас здесь нахрен развернется и забьет на нее болта это будет не круто тем более он видите баба за рулем комбайна может сейчас вытворить какой-нибудь не дичь короче да вроде как за пределы поля то выезжать не должен так что он сейчас может здесь просто остановиться и он так и делает вот поэтому здесь все время была какая-то недосеянная недозретая или пересеянная перезретая засохшая недокультивированная какая-то культура ладно не суть важно в общем то друзья вроде как теоретически я сделал все что хотел я сейчас замучу здесь посев хотя вообще у нас не горит никаких контрактов по полям можно даже время мотнуть чтобы все было четко поэтому да давайте матем время чтобы засеять эти самые теплички и подождать ответ из риэлторского агентства это самое важное на сегодня заводы тепличный комплекс в соответственно мотаем время у нас сейчас здесь все дозревает мы это все дело засаживаем свеженьким охренеть сколько у нас баклажанов уже охренеть просто это лишнее это просто излишки получились хотя лишними нельзя наверное называть это все дело но да ладно 99 процентов и стынь все все отлично соответственно отработанный грунт нахрен вносим удобрения остается еще два куба я не знаю почему у нас тут что-то сбилось не так стало чуть забагалась такое тоже бывает короче все это дело можно засевать у нас отработанного грунта 700 кубов есть соответственно до его чудового вывозить но сейчас не об этом сейчас козыря закрыл то окошко пускай она горит соответственно выгружаем рассаду отстегиваем ремешки и вот так вот все это дело проезжаем здесь так вот аккуратненько засаживаем огурцы клубничка короче да все круто лоб и выгружаем удобрения сразу же вот так вот подъезжаем и они пошли выгружаться их здесь дохренище будет нам хватит наверное до конца карьера теперь этих удобрений хотя хрен его знает неизвестно как карта ляжет да давай выгружайся давай 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 родной давай да помню как я как на свапе в семнадцатой ферме там где выгрузка из поддонов привозишь до хрена каких-нибудь товаров поддонах на продажу битый час ждешь пока эти поддоны все пропадут а для вас это было просто 30 секунд таймлапс красивенького такие вот времена были да сейчас все не так сейчас все по-другому короче с теплицами мы разобрались можно это окошко закрывать с полями с полями мы тоже в принципе разобрались пойдет у нас посев скоро 12 часов дня до сих пор нам не пришел ответ из риэлторского агентства но нам пока что нужен урал но у него дохрена работа поэтому давайте мы его на разоправим под завязку потому что ему надо перевести опять грунт 700 кубов он может возить только по 24 ему короче очень дохрена раз надо будет скататься туда-сюда обратно потому что man у нас сейчас занят на более важная скажем так работу а урал пускай катается урал уже 770 часов накатал представляете это довольно много мы можем пока кстати пока с этим делом развлекаемся мотнуть время и подождать ответа почему бы собственно и нет хотя с другой стороны посев портит тоже не особо хочется ну ладно важнее просто получить ответ про про нашу муку про наш мукомольный завод это сейчас самое интересное мельница до мельница которая будет делать муку этого товарища отправляем возить грунт пускай ездит пускай катается и вот он пришел ответ на запрос кстати 1335 шикарно нормально все погнали тогда в риэлторское агентство смотреть что там да как это интересно это интересно мы бежим посмотреть как быстро мы бежим так хотим узнать ответ на на самый главный в жизни вопрос продаст ли нам логанов вадим этот мельницу или не продаст потому что может случиться так что хрен ушки он нам чё продаст это знаете ли суровая жизнь суровая при суровая так сдавай все прибежали 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 и заводы мельница смотреть в миллион восемьсот шестьдесят девять шестьдесят девять тысяч решил наварить а даже даже 19000 короче отлично просто еще ценник шикарнейший и мы соответственно тогда на эту самую нашу мельницу прекрасную перемещаемся и смотрим что же мы такое купили себе во владение соответственно здесь у нас есть склад загружать товары в мешках коробках и выгружать можно сюда при перевозить что-нибудь до делать здесь загружать муку здесь выгружать весовую муку да для этого нужен муковоз насколько я понимаю вот такой 45000 стоит можно на развес возить муку 34 куба он в себя вмещает с этим все понятно здесь загружать отруби и зерно да если мы сюда привезли зерно это понимаю можем его достать потом обратно но и отруби как побочный продукт у нас здесь будет производиться здесь выгружать зерно соответственно валерон будет с этим справляться здесь ставить контейнеры с комплектующими вы спросите зачем а я вам объясню лезем в заводы мельница вот у нас есть линии помола пшеница рожь кукуруза также линия фасовский фасов а фасовки до фасовки муки по-моему они кстати одновременно должны работать можно сдать завод в аренду и заработать на этом бабла срок аренды часов охренеть но пока он нам не нужно давайте вот на час сдадим и доходы от аренды и мы будем получать кучу бабла просто кучу бабла если будем сдавать его в аренду завод арендовал можно реально на 24 часа его сдавать и просто 360 тысяч в день получать с одной стороны круто с другой стороны какой-то читерская непонятное что-то да соответственно склады предприятия зерновой склад 4800 можно сюда просто сколько угодно этой зерна привести муки влазит 990 кубов это уже именно готовый бесстарный причем я кстати не знаю может быть она там разделится на три или там только одна может работать хрен его знает об этом мы узнаем уже в следующий раз все друзья и соответственно товарный склад это уже фасованы вот вот здесь вот все здесь можно хранить я так понимаю не только муку фасована можно сюда и помидоры привести как-то так а также у нас есть обслуживание линий эти линии можно апгрейдить до проведения того остался один час выполнить то три часа три часа она не будет работать производительность 24 тысячи литров в час и сдержки за час работы ресурс да тут все это примерно так и работает и так понимаю пока у нас два часа блин я вот сейчас не знаю насчет аренды ладно друзья мы с этим всем разберемся уже в следующий раз надо будет этот завод что-то с ним сделать а еще кстати сюда проведена железная дорога что очень круто поэтому отсюда можно будет кататься на паровозике и это тоже прекрасно загружать отрубе зерно все в общем то все как обычно да мы полу контракты сюда привозили а еще здесь монетка где-то есть и услышу она пикает она наверное здесь на лестнице мне так кажется да монетка еще 60 штук надо я наверно зря завод в аренду сдал но да ладно короче говоря друзья на этом эту серийку мы закончим я замучу сейчас посев следующий раз у нас все созреет разберусь с этими того и и всем остальным надо справку почитать на самом деле справки все написано вот короче поздравляю у нас теперь появилась вот такая вот замечательная мельница и это круто будем теперь молоть муку от вас же я попрошу комментарий лайкусик и если вы еще не подписаны то конечно же подписывайтесь на канал с вами был никита делай всем друзья всего доброго всем огромное спасибо за просмотр пока пока